Привет, я Энни Мэджик и ты на моем семейном канале Magic Family про жизнь мою с питомцами и не только, про всякое разное И сегодня, как вы видите, такая хорошенькая погодка, снежок идет и мы с Софишей на прогулке Обычно я хожу гулять на прогулку со всеми своими собаками одновременно Выглядит это примерно вот так А также я приучаю к улице и свою кошку, киску Алиску, потому что мы, я думаю, уже очень скоро переедем в частный дом, который мы строим Я называю его Magic House, а пока что мы живем в съемной квартире в небольшом городке недалеко от стройки Софиш, это просто кошка, как наша киса Алиса, ты че? Кису Алису, значит, ты принимаешь, а других нет, да? Я немножко гнусавлю, потому что я слегка приболела, видимо, на стрессе после того, как разбила машину, попала в аварию, если вы не в курсе С Софишей сегодня мы шли вдвоем, потому что все уже давно соскучились по Софише и просят Софишу побольше Да, видишь, Софиша Короче, хватит болтать уже, давайте пойдем А вы пока что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики Сейчас мы переодели Софишу и снимаем кадры на вот таком вот тюбинке для клипа на их канал Magic Pets Они там сделали пэт-шоу, это будет кавер на очень известную сейчас песню на ютубе Так что, ребята, ставьте лайк, если вы хотите, чтобы Яна пошла на прогулку в лес со всеми собаками И мы покатались с горки на этом тюбинге Потому что Софиша явно нравится, ей очень нравится запрыгивать на него, спрыгивать с него И вообще она прекрасно себя чувствует, когда ее катают на нем Так что я думаю, что это будет просто супер-опытом для всех остальных Тем более у нас здесь есть очень красивый бор, и там есть прикольная горка А Мишаня у нас в клипе будет продавщицей корма на остановке Ну что, вы уже догадались, что это за клип? Софиша такая красивая, в таком красивом месте И на таком красивом фоне нужно обязательно сделать фоточку для нашего инстаграма А вы, ребятки, подписывайтесь на него, потому что сейчас его ведут сами Magic Pets Они дают там советы, отвечают на вопросы и просто вас веселят У него ухо все в крови, как будто... Ой, боже мой Софиша, стой! Мы никак не реагируем Собака с окровавленным ухом, бедненькая Кто-то ее побил, что ли? Да, ребят, конечно же, будьте очень аккуратны с бездомными собаками, когда вы их встречаете Есть определенные правила поведения, я как-нибудь сниму целое отдельное видео о том, как вести себя, когда вы встретили бездомную собаку Но вот эта собака была не агрессивная, она не проявляла никаких признаков агрессии Она даже боялась, у нее было ухо, все в крови Софиша слишком идеальна Она знает, когда я говорю, стой, она никуда не бежит, не рвется, не начинает лаять И все это благодаря именно контакту даже, а не дрессировке Ну что, Софиш, давай пойдем в наш единственный в городке зоомагазинчик и купим корм, реки и лаки нашим хомячкам Дорога, Софи! Молодец, пойдем дальше Запомните, даже в наших развлекательных, веселых роликах я всегда даю какие-то полезные советы, лайфхаки Я это к тому говорю, чтобы вы обязательно в комментарии писали свои вопросы, которые вас волнуют Потому что я буду вам отвечать и на них снимать ролики Как вы видите, Софиша знает команду рядом идеально Точно так же она хорошо знает команду дорога, то есть останавливаться перед дорогой Независимо от того, есть машина или нет, и ждать моей команды, что я разрешу идти Но в случае, если вы не настолько уверены в своей собаке, как я, она не настолько у вас надрессирована То вы не должны ходить с собакой без поводка, особенно в каком-то городе Потому что у нас, например, городок маленький здесь А если вы находитесь в другом городе, то не ходите с собакой без поводка И тем более, если вы в ней не уверены, что она будет идеально выполнять команду То есть мне сейчас даже не нужно ей ничего говорить Она все прекрасно сама знает и делает О, за собака такая послушная Софишка Идем Стоим Вот так работает команда дорога Дорога Пойдем Но это скорее я уже говорю для вас, потому что Софиша, она просто останавливается уже тогда, когда останавливаюсь я Конечно же, я все это использую только в том случае, если просто-напросто нельзя бегать, веселиться и гулять Учитесь, дрессируйтесь, занимайтесь, налаживайте контакты, пока что ходите на поводке Так, я вижу, что ты добрый, не злой, но тебе очень интересно Я вижу, что ты не агрессивный, но сейчас лучше к нам не подходи, не надо Давай лучше просто пройдем друг мимо друга, дружочек Софиша одна из тех собак, кто зимой очень легко обходится без обуви Если вы видите, что у собачки мерзнут лапки, явно она из-за этого не может гулять, например, как мой Эйвон Лучше одевать обувь Софиш, ты будешь там у мусорки, да? Иди сюда И вот здесь я всегда со своими собаками хожу очень аккуратно Они всегда должны идти рядом со мной, знать идеально команду дорога А если у вас собачка маленькая, то лучше вообще перенесите ее на руках, если вы в ней не уверены, она трусишка А если собака крупная, то лучше возьмите на поводок Софи же у меня идеально по струночке идет прямо рядом с ногами Ну и дорога все равно здесь не такая активная, как в больших городах И еще у нас здесь плюс в том, что у нас не посыпают ничего вот этими вот химикатами, которыми посыпают в Москве и в других городах У нас здесь просто песочек, вроде шагает малыш, да? Софиша пробирается через такие высокие сугробы Сегодня очень хорошая погода, что позволяет нам гулять долго Сегодня очень тепло прям Давай, Софиш Тренировка Жир сжигаем Вот мы и пришли с Софишей к единственному нашему в городе зоомагазину Корм для хомячков есть у вас, да? Ага Да, да Ну, красиво, это девочка, да? Девочка А чем тут порода такая? Чихуахуа У вас тут в основном корм, да? Ну да И еще какая-то вот атрибутика эти есть У нас уже все есть, всякие игрушки и для всех-всех-всех А говорят, еще какой-то зоомагазин раньше был, да? Да Закрылись они? Закрылись А животных нету, не продаете хомячков там Собаки в основном или кошки здесь, Масальс? Да, собаки и кошки Понятно Игрушки даже такие есть у вас тут Софиша, ты куда пошла? Не-не-не, она не написает Она не писает в помещениях без пеленки Вот так просто она не пойдет Пробираемся по огромным таким кучам снега с Софишкой Вот такой вот у нас здесь зоомагазин Мало, конечно, чего Ассортимент небольшой Но для маленького городка, видимо, этого достаточно Всегда, везде, когда кто-то видит моих собак Они все удивляются, люди, что собака не тявкает, не истерит Не бросается, не лает, не носится, не бегает А спокойно ждет, изучает обстановку Это все касается социализации То есть вы вот очень часто спрашиваете меня Как Аня отучить собаку лаять? Она лает на прохожих и так далее Все это социализация Это всего лишь означает, что собака редко видит людей других Редко видит что-то новое Мало общается с другими людьми Ей этого не хватило в детстве, в щенячьем возрасте И сейчас не хватает, и поэтому она, конечно же, так реагирует Эта реакция нормальная, но от этого нужно отучать Потому что это, в принципе, просто не очень хорошо То есть отучить собаку лаять на людей Это не так легко, как кажется Особенно если собака уже взрослая Но это возможно Для начала, например, начните показывать собаке людей Ходите куда-то в новые места Общайтесь с людьми Знакомьте собаку вашу с людьми и другими собаками Это ваш первый шаг Я, конечно же, говорю сейчас не о тех собаках Которые с дикими воплями бросаются и нападают на людей А о собаках, которые просто к ним не привыкли И поэтому гавкают, тявкают Начинают вас защищать, себя защищать, бояться Особенно маленькие собачки У них это распространено То есть во многих случаях достаточно всего лишь общения Собаки с другими собаками и людьми Знакомства и социализации Если же этого не произошло Тут нужно уже отучаться реально Тут нужна дрессировка И я об этом расскажу в каком-нибудь другом видео Это долгий разговор Ну что ж, ребят, подписывайтесь на наш канал Переходите по ссылочкам на другие видео И увидимся скоро в новых роликах Пойдем Слась?